всем доброе утро и так значит с добрым утром бунжур гутен мордин гутен мордин банджур добрый ранок с добрым утром сафра тава даже на рамейском языке мы сейчас поздороваемся сафра тава что-то пока никого нет о нашли первые участники наполняется наш виртуальный бед мидраж наполняется виртуальный бед мидраж до мучения до представляете как круто это и красиво что со всего мира со всего мира собираются люди для того чтобы послышать мудрость царя соломона до каждый яков шатадин в израиле влад коса в киеве мой ротман шалом не знаю где мой ротман сочи с вами от роза халилова она говорит сразу алекс поделка киев то есть очень это интересно и приятно что как уже поднялась технология если бы это было например даже сто лет назад даже всего лишь сто лет назад подумали бы что мы маги до сидят значит в разных странах мира значит и один что-то рассказывает а они переписываются и в секунду то есть там кто-то фаина фая похлопала альбина череда днепр и все это придумал все это придумал маг судерберг марк судерберг не марк его зовут на самом деле а маг маг судерберг и он значит создал вот эту всю оболочку придумал но дальше уже конечно другие люди тоже участвуют но он как бы основатель до лет назад прибалтика все значит мы изучаем мы изучаем девятнадцатую главу притчи царя соломона сейчас мы дошли до 21 отрывка и 21 отрывок один из самых вообще моих любимых отрывков торе который очень очень много много как бы объясняет вот вообще он прям такой широкоформатные то есть он объясняет очень много вещей значит что это за отрывок 21 дословно он переводится так работ то есть много махшивот мысли бы лев из в сердце человека то есть он доказывает что именно мысли в сердце находится что когда тора говорит в сердце и не следуете за своими сердцами и будут эти слова на сердце вашем имеется ввиду сердце это мышление то есть и не сердце эмоции и вот значит да отрывок такой много мыслей в сердце человека в отца от ашем отца ты так как совет или это слово переводится как совет отца но это уже как бы такое уже решение можно так сказать да то есть уже как бы окончательный советaman чая если бог посоветовал так это же есть реальность в отца ташим и совет бога вот это окончательное решение бога и так tom оно таким это одно будет существовать будет у него киум существования что имеется ввиду имеется ввиду следующее вот ученые посчитали что у человека в день всплывает именно то что он осознает из подсознания в сознание от 50 до 70 тысяч мыслей что это значит например каждую минуту человек успевает подумать за минуту возьмем 10 мыслей это значит он успевает за минуту 10 не давайте возьмем мысль в секунду мысль секунду мысли вот мысль слова это мысль мысль в секунду то есть проговаривая каждую секунду мысль 60 мыслей в минуту значит час человек успевает помыслить 3 600 значит за 12 часов ну не 12 бодрствования а 16 часов бодрствования умножить 16 часов на 3 600 сколько получается 16 на 4 64000 то есть понятно от 50 до 70 вписывается ученые не обманули мы проверили сейчас ученых и оказалось что ученые говорят правду значит много мыслей в сердце человека а сколько мыслей не всплыло ведь если мысль которую человек осознает она откуда-то всплывает значит там внутри она же как-то жила она же не вдруг она вот представьте себе как а такой океан поверхность и айсберг и вот айсберг это вершина это то что человек осознает но ведь то что я сейчас говорю я же не думаю каждое слово его не создаю то есть она просто всплывает из подсознания жах и когда он всплывает из подсознания той осознаваемых мысли 50-70 тысяч а сколько неосознаваемых были в иж сердце человека их огромное количество я на тренингах провожу такой эксперимент ну как упражнение я показываю видеоролик и говорю посмотрите пожалуйста две минуты видеоролик например группа 20 человек они две минуты все вместе смотрят один и тот же видеоролик очень простой какой-нибудь потом я прошу напишите пожалуйста пять вещей которые вы запомнили которые лично вам запомнились пять предметов напишите пожалуйста как вы поняли смысл создателя этого ролика какой месседж он нес это обычно видеоролик какая-то песня и напишите свои свои ассоциации которые у вас возникали во время просмотра этого ролика что вас всплывало и да и также пожалуйста ответьте на вопрос почему выбрал именно этот ролик да а я каждый раз выбираю просто первые попавшиеся случайно да то есть у меня это именно случайный подбор и значит что выясняется выясняется что 20 человек которые две минуты смотрели на одну и ту же картинку увидели все абсолютно разное наполнили абсолютно разным смыслом высказали абсолютно разные предположения о том что имел ввиду создатель ролика и ни один человек не угадал почему я поставил этот ролик потому что думали что я есть какой-то здесь расчет какие-то сложные какие-то идеи и так далее никто ничего не знал ну то есть я я специально выбирал случайно что это доказывает доказывает то что царь соломонам сказал здесь прямым текстом работ маша вот были выше много мыслей в сердце человека целый вагон и маленькая тележка мыслей метафор сравнений воспоминаний каких-то образов каких-то отрывков из песен телепередач там ну вообще все вообще полный набор какой-то хрени скажем так повезло тем у кого тора у кого тора им повезло то есть у него вместо вот этого всего калейдоскопа который есть у обычных людей у них там разложена по полочкам мудрость от бога у них разложена по полочкам пяти книжа тонах потом у него разложена мишна потом у него разложен талмуд и у него все по полочкам все ему понятно аллахот и такой человек он подготовлен он значит у него любая ситуация он сразу опыт на нее реагируют как как тора как бог сказал реагировать а теперь значит а дальше в чем в чем выбор человека выбор человека это выбрать из набора вот этого вот пятидесяти тысяч мыслей ну допустим человек размышляет он хочет принять решение и он размышляет значит у него есть какой-то запрос до восьмом решение у кого сейчас решение из какой-то в жизни надо принять да у всех то есть большие маленькие простые и сложные глобальные там и так далее всем надо принимать какие-то решения и вот сидит чек задал он запрос принять решение и у него значит его вот этот вот набор мыслей он начинает включаться а все же зацеплено давайте посмотрим предыдущий отрывок который мы учили тут написано так шмайца слушай советы написано вкбль мусар и принимай наставление то есть чек же он не в вакууме живет у него вокруг советчиков куча наставление ему кто-то дает или никто не дает то есть или раньше давали ему там родители давали наставление они у него сейчас в голове звучат и ты поумнеешь в конце дней написано в конце концов ты поумнеешь то есть человек у него есть запрос у него внутри огромное количество работ махшивот много мыслей в замыслов сердце человека и тут нам говорит тора не парься говорит нам тора царь слава он говорит отца ташем и таком значит решение бога оно оно в реальность уйдет решение бога что то что внутри тебя варится твое решение это твое решение ты за него несешь полную ответственность то есть ты например человек не дай бог решил кого-то убить он его убьет не факт не факт возможно у бога другие планы на этого человека абсолютно другие планы или наоборот человек решил выжить он понятно дело любой человек хочет выжить но если бог принял решение есть называется это ашгаха клалит это общественное проведение то есть бог решил что город с дом погибнет до жители не хотели поднимать но было решение они могли решение бога было что с дом перевернется решение жителей было каждый на своей волне отца ташем и таком решение бога новым она реализуется но был там был там кто был лот лот который до этого набором своих решений он оказался в этом доме и дальше когда пришли ангелы он тоже несколько сделал решений которые помогли ему лично а значит двигаться в каком-то другом направлении то есть у человека есть свобода выбора но свобода выбора это как раз вот это вот принять решение из набора мысли которые у него в голове у него же у него если нету этих мыслей ну вот у него есть определенный набор мыслей теперь но отца отношения к такому все равно реальность пойдет так как решил бог и реальность посмотрите себе она практически зависит очень мало отчека на сто процентов зависит его решение и И практически на близится к нулю процентам зависит последствия его решения. Потому что там включаются факторы, очень много разных факторов, которые вообще невозможно учесть. Но внутренний мир Бог отдал человеку. И судит он человека за что? Мне очень понравилось, когда человек приходит потом на небо и говорит, я не мог учить Тору. Ему говорят, нет, Вася, не хотел. Не хотел. По правде, если бы ты сильно хотел, и ты решал да, и ты решал да, и ты решал да, и ты каждый раз решал да, а потом не получалось, тогда это не твоя ответственность. Потому что есть даже обратный закон, когда человек хочет выполнить митцву, заповедь, и у него не получилось, выполнил. Засчитывается, как будто бы выполнил. А когда человек не хотел, а сказал, что я не мог, то на небе знают, хотел или не хотел. Все. Хорошо. Значит, и мы переходим к следующему отрывку. Еще раз скажу короткая история. Значит, в религиозном мире, когда люди между собой как-то спорят, они пытаются действовать, исходя из аксиом. То есть, они, например, идут в Бейдин, каждый представляет свое видение картины, и раввины, они с помощью вот этих вот аксиом Торы, Талмуда, у них есть специальный аппарат такой, принятие решений, они решают, кто прав, кто виноват. Но все как бы обращаются к одному источнику аксиом. Это есть заповеди из Торы, есть шелха на рук. То есть, все идут по определенной системе. Теперь, значит, и как-то религиозная такая семья. Ночью, значит, много детей, дети плачут. Вот. И жена мужа будет, говорит, встань, там, детям поменяй памперсы, там, что-то сделай детям. Он говорит, нет, ты вставай. Она говорит, как я вставаю, почему я должен вставать все время? Ты вставай. Он говорит, нет, говорит. Написано так. Много замыслов в сердце человека. А замысел Бога какой? Написано, и такум. Она встанет. Ну, то есть, замысел, понаверите это в женском роде. И он говорит, написано как? Замысел Бога какой? И такум. Она встанет. Написано, чтобы она встанет, значит, ты должна вставать. Ну, эта шутка такая, да? Как он использовал. Кто наиврите понимает, он как бы поймет эту шутку. Еще раз. Звучит так наиврите. Много замыслов в сердце человека. А замысел Бога, она встанет. Ну, замысел, потому что вы в ибрите, и цай эта женского рода. Так, он ей говорит, жене, значит, ты вставай ночью к детям. Она говорит, почему я? Он говорит, потому что замысел Бога, она встанет. Он точку по-другому поставил, очень смешно. Хорошо, двигаемся дальше. Значит, дальше. 22-й отрывок звучит так. Таават Аадам Хасдо. Значит, вожделение человека к милосердию его. Хасед – это бескорыстное милосердие. В это враж Мишказав. И лучше бедный, чем человек, который говорит и не выполняет свои обещания. Что это значит? Значит, нам, царь Соломон, открывает еще одно свойство человеческой психики. Все люди эгоисты. Все. Что мы ни говорили, как бы они ни пытались рассказать, что они это делают для других, все люди живут в соответствии со своей системой координат. И те люди, которые помогают много другим, значит, они верят, что надо помогать другим. И выполняют свои решения, помогая другим. То есть, все люди, они эгоисты. А если человека заставляешь делать то, что он не хочет делать, то он переживает. Это как бы, ну, такая вот, так устроен мир. Теперь написано «Вожделение человека», ну, как бы, желание людей. Тават Адам Хасдо. Значит, «Вожделение людей» к людям, которые делают Хасед. Есть люди, которые делают милосердие, они всем помогают. Как Авраама Вину, как там Фельман Александр Борисович, да, например. Есть люди, которые, они такие прям добрые, они всем помогают. Вот, вот, вчера была там годовщина смерти одной женщины. И в синагодии там один парень принес какие-то булочки, чтобы, ну, как помянуть ее душу, чтобы ее дыша поднялась выше. Его спрашивают, а почему ты там, это была рабонит, женщина, которая была, жена раввина в городе Бердичев там. И она умерла уже много лет назад. Он говорит, вы не понимаете, какая она добрая. Она все для людей. Это было воплощение вот этого Хаседа. А, ну, те, кто ее не знали, говорят, ну, расскажи что-нибудь. Ну, вот, расскажи что-нибудь, как, ну, какой-то пример приведи, значит. Просили его, просили привести пример. Он говорит, ну, вот, это не тяжело объяснить, но, говорит, вот один пример. Когда к ней на Шаббат приезжал, вот она тебя видела первый раз. Она тебя встречала, как самого дорогого гостя. Она тебя там, ты чувствовал себя в гостях, как дома, ну, реально все. И даже, когда ты уезжал уже, они вместе с раввином выходили вдвоем за ворота провожать. И обязательно давали с собой еще еду на дорожку. То есть, это иллюстрация того, что все хотят и все любят вот этих людей Хаседа, милосердия. Которые, и их долго потом вспоминают, потому что таких людей мало, они единицы. Которые делают добро, ничего не хотя взамен, ничего, как бы. Вот они просто, через них идет вот это добро. Теперь, вы то враж, мишка, и лучше бедный, чем человек, который обещает и не делает. Но есть другая ситуация. Есть люди, вот я, честно говоря, вижу в этом продолжение этого отрывка иногда себя. Я тоже добрый, но я очень люблю что-нибудь пообещать людям. То есть, я прямо думаю, вот я все смогу сделать, там, я как бы. И часто не выполняю свои обещания. Такое бывает. Не со зла, просто вот там, ну, то есть, хочется сделать человеку добро. Вот это мне нужно научиться, не обещать. Все, значит, вот я уже там неделю не могу поехать в одно место, потому что мне нужно, я обещал книжки дать. Я по телефону пообещал, я вам приеду, книжки свои подарю. Теперь книжки, это мне надо взять в издательстве, я все время забываю взять в издательстве. Теперь без книжек я ехать туда не могу, с книжками я все время, у меня какой-то головняк. То есть, получается, что я пообещал, но пока не выполнил с книжками. Понятная идея. Теперь лучший бедный, который ничего не дает, но он ничего и не обещает. То есть, у людей есть такая вещь, что они очень тянутся к людям, которые дающие, истинное такое, настоящий вот этот хэс от милосердия. Но они очень страдают обратно с стороны медали, когда они на кого-то и на что-то надеются, а потом эта надежда не выполняется. И понятно, да? Блинедер, вот надо, даже я говорю все время блинедер, и без обеда, и все, но все равно же человек воспринимает как обещание. То есть, надо, значит, меньше, вообще надо не обещать. Хорошо. Тоже нам об этом сказали. Как нам уже говорили, очень хорошо он учил, как работают по дарте, как работают, как все тянутся к богатому человеку, но на самом деле тянутся не к богатому, не к нему, а к его деньгам. То есть, полностью нам царь Соломон раскрыл психологию взаимоотношений, ну, с разных углов. Теперь, значит, и последнее сегодня, 23-й отрывок. Ират Ашем Лехаим. Значит, страх перед богом, она идет к чему? К жизни. Она ведет к жизни. Страх перед богом ведет к жизни. Весавея, Ялин, Баль и Пакедра. И он будет сытый спать, и ничего с ним не случится зла. Значит, что имеется в виду? Смотрите. Вообще, страх – это очень… Это инстинкт самосохранения. И это очень сильная такая эмоция, которая вызывает у человека выплеск адреналина, беспокойство. Есть страх, когда он видит сразу медведя, а есть страх, когда он думает, что там может быть медведь. Так, страх, когда он думает, что там может быть медведь, он страшнее, чем когда он видит живого медведя. Почему? Потому что если человек, вот, например, это очень известный эксперимент, один психолог, он взял стакан с водой в аудитории. Я думаю, вы сразу вспомнили полупустой, полуполный. Это не этот эксперимент. Он взял стакан, который был полный воды, и говорит, вот тяжело держать этот стакан? Студенты говорят, нет. Он говорит, а если держать его 10 минут? Они говорят, ну если 10 минут держать, то он становится уже так, чуть-чуть, рука устает. Он говорит, а если целый день его держать? Ну, студенты говорят, это практически нереально, рука затечет и будет болеть. Он говорит, а если держать его неделю? Они говорят, это вообще нереально, то есть рука отвалится. Он говорит, это так работает стресс. Если человек беспокоится о чем-то и боится чего-то, что с ним может произойти в будущем, то он как будто бы в нервной системе держит постоянно вот этот стакан на вытянутой руке, он постоянно в напряжении, постоянно в стрессе. И это рушит его нервную систему. Теперь, значит, люди, которые... А как не опасаться? Смотришь новости, те постоянно про мировой кризис, про потепление, похолодание, про исламский фундаменталист, про 20 тысяч мигрантов, которые с ножами едут в Европу. Про, ну там вообще, про нападение регулярное на синагоге вообще полностью везде. Невозможно синагогу... Я реально, я, ну вот, я же хожу каждый день в синагогу, я все время был такой вот напряженный. А потом я подумал, ну вот, если посмотреть, я в Киеве хожу в синагогу уже там, ну, в Киеве, вот я здесь сейчас 10 лет, допустим, да, вот то, что я сейчас постоянно почти здесь приезжаю, уезжаю. У меня было два инцидента, было по дороге в синагогу, но меня раз пять чуть машина не сбила, например, да, то есть, как бы опасностей просто вне синагоге больше, чем в синагоге, да, понятная идея. То есть, человек, который... Просто страх, он сокращает жизнь. Теперь страх перед Богом написано, он для жизни. Почему? Человек говорит, слушай, мне уже надоело всего бояться, я боюсь только одного, я боюсь Бога, все. У меня единый страх, это страх нарушить заповеди, страх сделать, ну, что-то неправильно по Торе, все. Но если я молюсь, учусь, выполняю заповеди, я с Богом, я Бога боюсь, богобоязненный такой, да, то мне больше нечего бояться, и он, как бы, шух, расслабляется, то есть, он в домике, он про будущее не беспокоится, потому что Бог о нем побеспокоится, он про прошлое благодарен Богу, потому что все, на самом деле, все хорошо, просто Бог для него лично сделал вот такой вот урок, и у человека шух, наступает внутри расслабление такое, да, и написано, ира, та, шем, страх перед Богом, лихаим, для жизни, и он наполняется жизненной энергией. В Савея, Ялин, Баль и Пакетра, и он будет сытый спать, да, и его никакое зло не настигнет, потому что ему что волноваться-то, да, то есть, даст Бог день, даст Бог пищу, Бог всех кормит, кошек, хомячков, птиц, зверей, киты живут в Атеане, не мерзнут, то есть, Бог, как бы, всему предусмотрел жизнь. У вас, если, у вас, если вам уже несколько десятков лет, у вас очень хорошая статистика, то есть, Бог у вас уже содержал несколько десятков лет, и как бы, все, что бояться-то, да, то есть, и как минимум, если уже не бояться, человек не может, просто можно свой страх сгруппировать и направить только на одно, страх перед Богом. Тогда этот страх перед Богом тебя выстроит внутри, как человека Бога боязненного, через это же идет сигнал уже от Бога, а в этом сигнале внутри любовь, то есть, есть страх, это ты выстраиваешь, как бы, трубу, да, такую связь с Богом, а внутри начинает идти любовь, потому что ты чувствуешь любовь Бога. Понятно, да? В общем, вот такой вот у нас сегодня, мы изучили три отрывка. Три отрывка, давайте подведем итог, что мы, как бы, много замыслов, человек ничего не знает, все равно замысел Бога он будет. Значит, человек, он тянется к какому-то милосердию, но вокруг одни люди обещают и не выполняют, особенно политики перед выборами, столько всего обещали, ничего политики никогда не выполняют вообще. И, значит, что теперь нам остается? Страх перед Богом для жизни. И что? И будем мы сыты спать и не бояться зла. Все, друзья, вот такой у нас был сегодня урок. Напишите, пожалуйста, своих три вывода. Значит, надо быть активней в распространении знания божественного, поэтому напишите свои три вывода, поделитесь с ними со своими друзьями на своих страницах. И с Божьей помощью, чтобы у вас было благословение во всех хороших делах, чтобы Бог вас охранял, защищал, чтобы вы его боялись, любили, и чтобы мы выполняли очень много заповедей Бога и знали, кто хозяин мира. Есть Бог, Он хозяин. Все. Удачи, успехов. Шаббат шалом. Всем шаббат шалом. Счастливо. Счастливо.